Ну что ж, еще раз, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ сухой остаток, время сухого остатка, время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках в это конкретное время, чуть раньше и чуть позже, конечно, тоже. Тема сегодняшней программы «Валютный рынок. Текущие ситуации и прогнозы» тема вполне оправданная, потому что события, происходящие в мире, заставляют нас все время думать о валютном рынке. В гостях у меня сегодня Антон Захаров, ведущий аналитик Промсвязь Банка. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. И Алексей Егоров, аналитик Номос Банка. Леша, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас еще раз я напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, наверняка они у вас есть, потому что, собственно, вопрос открытый пока еще. Пока еще открытый. Значит, я традиционно также в это время сейчас посмотрю на основной набор финансовых инструментов, да, картина маслом на 1806 Москвы, что происходит на мировых финансовых рынках. Ну, давайте начну с Азии. Азия сегодня отскочила после сегодняшнего падения. Никей прибавил больше 2%, ну, вот, практически закрыл вчерашний гэп. Шанхай Композит сегодня прибавлял чуть больше половины процента. Ну, и наши ребята в минусе, в небольшом, правда, но в минусе все же, все еще переживают. РТС минус 0,2, ММВ минус 0,2 процента. Рубль тоже стабилен, но, в принципе, уже торгуется чуть, ну, доллар-рубль, по крайней мере, да, чуть выше прошлонедельных максимумов. Рубль ослаб на 20 копеек буквально. Практически, значит, Фудси сегодня в небольшом плюсе. Это индикатор фондового рынка Великобритании. Ну, и Dow Jones, американцы, точнее, открылись уже, как известно, они с нами вместе. Теперь торгуются практически. И 2 десятых, и тот, и другой прибавляют в моменте на это время. Дальше смотрим на сырье. Сырье бренд 18088, ну, практически, да, тоже небольшая отрицательная динамика. Золото выше 1600. Второй день держится. Насколько уверен, мне пока трудно судить, но держится. Такие и пара евро-доллар после понедельничного рывка. Ну, закрепилась ниже, можно сказать, отметки 1.30, да, не дают ей пока двигаться, не дают ей корректироваться. 1.29 с полтиной сейчас курс евро-доллара. Значит, наш набор голубых фишек в основном в красной территории. Лидером падения я бы назвал АвтоВАЗ больше процента, акции ВТБ больше процента. Вот, ну, и лучший рынок ГМК Норники сегодня торгуется. Вот такова картина маслом, еще раз повторю, на это время. Теперь я предлагаю нашим, моим гостям сегодняшним присоединиться к разговору, точнее, начать этот самый разговор. Итак, что прежде всего, Леш, да, давай с тебя начнем. Прежде всего, вот, кстати, уже есть звонок, Роман, вопрос по Кипру и России. Ну, давайте послушаем Романа в конечном итоге. Я задам этот вопрос или Роман, да, даже Роман, наверное, будет любопытнее. Итак, Роман, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, здравствуйте. Вопрос такой вот, по Кипру, да, вот там, скорее всего, останутся средства, да, которые там не только там спишут, но и останутся, да. Насколько уменьшится из-за этого промпроизводство в России и что, если этого будет с рублем? Еще раз, значит, насколько уменьшится промышленное производство в России? Да, ну, из-за того, что, ну, там же, как, деньги, допустим, спишут, там, 10-15 процентов спишут, но они же, наверное, оттуда их не дадут еще и вывезти, да, иначе там все просто упадет. Да, ну, если речь идет о том, что там наших там 25 миллиардов, да, насколько из-за этого уменьшится промпроизводство и что после этого будет с рублем? Что после этого будет? Я понял. Хорошо, Роман, спасибо за вопрос, спасибо за вопрос. Ну, давайте, в принципе, сначала, да, Леш, поговорим о Кипре. Что вообще там происходит, каковы ожидания, ну, потому что, я так понимаю, и сегодня, да, вопрос еще не решен, и банки сегодня на Кипре не работают по-прежнему, что заставляет все это в подвешенном состоянии находиться, да, обещают в четверг открыться. Да, в четверг. Ну, как-никак, по-моему, сегодня в 18 часов по московскому времени должно начаться голосование касательно данного вопроса по введению однократного, одноразового, так скажем, налога на депозиты. Ну, собственно говоря, это затронет не только депозитную часть, но и компоненту корсчетов. Но, на мой взгляд, на рубль, это, конечно, отразится негативно, и мы уже видим, что рубль отреагировал. Но при этом даже рассматривать в том ключе, что дальнейшего ослабления рубля, ну, сегодня мы на рынке там практически не наблюдаем, да, даже есть какая-то определенная там... Ну, то есть, вот это первоначальная реакция понедельника, да, когда рынки открылись и отреагировали на то, что было... На внешний негатив, да. Да, внешний негатив. И все, и более-менее сейчас мы видим стабильно. Ну, хотя, с другой стороны, это стабильность связана с тем, что вопрос-то не решен и ждет. Ну, есть еще такой фактор, да, вот, ну, в краткосрочной перспективе все-таки экспортерам предстоит уплатить налоги в ближайшее время, вот, там, в 20-х числах начинаются налоговые выплаты. И все-таки трансформировать какую-то валютную выручку все-таки откуда-то придется. Скорее всего, это на фондовый рынке больше может отразиться, ну, в краткосрочной перспективе, нежели чем на курсе рубля. То есть рубль... Или еще события на Кипре. Да, события на Кипре. Ну, это вот, как мы видим, да, вчера вот, например, мы видели там, ну, это как бы глобально вообще, если рассматривать процесс. Вчера мы видели там движение по долговым инструментам, да, то есть инвесторы уходили от риска, то есть они шли там... То есть падало доходы, сросли, да, соответственно. Да, ну, как бы без рисковых стран, скажем, там, защитных инструментов. Ну, касательно промпроизводства, действительно, если рассматривать это с точки зрения того, что крупнейшие российские все-таки компании держат счета на Кипре, ну, как мне кажется, я сто процентов не могу. Ну, мы предполагаем, да, мы предполагаем, да, то, что с целью оптимизации налогов. Ну, вот, собственно говоря, отсюда есть предположение, что все-таки как-то это скажется. Не с точки зрения там глобальных каких-то провалов, да, ну, будет определенная реакция. Ну, я бы, честно говоря, там не стал бы рассчитывать на какие-то мощные там ухудшения, либо изменения. Ну, на мой взгляд. Я понял, я понял. Антон, твое видение картины. Ну, просто с самого начала хотел бы рассмотреть ситуацию в понедельник, так как мы пришли на работу, увидели на своих терминалах гэпы по многим валютным парам. Я ночью, кстати, еще увидел. Да, ночью. Два ночи открылась, евро-доллар, 150 пунктов, мама родная. Все это просто можно было написать чувства, которые вынули, и на тонком рынке после экспирации опционов, фьючерсов, все это пролили. Вот, отдельно отметил бы, что многие пары восстановили свои позиции, закрыли гэпы. Евро-доллар только отстает от остальных, так что, возможно, можно будет ждать какое-то тоже закрытие гэпы и по этой паре. Что касается Кипра, промпроизводства, рубля, я не думаю, что российские компании на этом фоне будут меньше инвестировать в российскую экономику, больше будут инвестировать. Я думаю, это не скажется никак на промышленном производстве, на открытии любых других производственных мощностей, увеличивания. Что касается рубля, то если рассмотреть проекцию как Кипра офшорная зона и взять тот же отток капитала, который происходил в какой-то момент, например, если у нас капитал не станет уходить, например, на тот же самый Кипр, а это значит, что отток капитала на время может прекратиться временно. Именно вот в это место и компании начнут искать новые страны, куда можно будет также с тем же самым успехом инвестировать. То есть, наоборот, можно рассмотреть как даже позитив какой-то. Как позитив, да, для российского рубля, для российской экономики может какой-то сделать. Да, и более того, если рассматривать текущую политику нашего правительства, заявление нашего руководства касательно стремления снизить отток капитала, в том числе и в офшорные зоны, то можно рассматривать тоже так же позитив и позитив для рубля. То есть, отток капитала может несколько замедлить свой ход. Ну, конечно, сложно вериться. Ну, и с другой стороны, ни один Кипр у нас существует. Есть множество других офшорных зон, куда можно также продолжить. Соответственно, если будут введены какие-то депозиты на какую-то сумму, они уменьшатся, я не думаю, что из-за этого так же будет возвращаться что-то. И так же будет возвращаться через Россию, чтобы потом перейти в другие вещи. Сейчас просто какие-то политические игры проходят, которые, к сожалению, о которых мы даже и не знаем. Поэтому, наверное, не один день все это будет вестись, все эти диалоги. Даже несмотря на то, что мы ждем завтраки, или сегодня даже какие-то решения, да, Леш? Ну, как бы хотелось тоже добавить, что все-таки прецедентные вещи, такие как введение, да, они все-таки начинают пугать инвесторов. И не исключено, что там действительно у России идет политика деофшоризации, да. И одно из условий, кстати, предоставления Кипр кредита было это раскрытие счетов российских граждан и российских, как я понимаю, компаний для России, чтобы государство видело. Да, и знало, да, кто там держит деньги. Да, кто надо. Ну, вот, собственно говоря, отсюда прецедент, ну, не исключено, что, да, действительно, может быть там, навряд ли, конечно, там швейцарские деньги пойдут в Россию. Но сам факт того, что не исключено, что действительно может быть какой-то встречный поток капитала. Но я, честно говоря, вижу для себя не то, что там в Россию потекут деньги там из офшоров. Скорее всего, будет перетекание там из одной зоны в другую. Какую-то другую. Хорошо, хорошо. Ну, более-менее мы разобрались, да, с Кипром и с влиянием на Россию. Сейчас слушаем новости. Ну, что ж, я продолжу сегодняшний эфир, уважаемые друзья. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях Антон Захаров, ведущий аналитик в Ромсвязьбанке, и Алексей Егоров, аналитик Номосбанка. И мы с вами сегодня в основном говорим о текущей ситуации на валютных рынках и некие прогнозы. Ну, начали мы, естественно, с того, что, в частности, отвечали на вопрос нашего слушателя Романа. Ну, и, в принципе, вполне логично было начать именно с того, что оценили ситуацию на Кипре. Да, сейчас там не так все просто, не так все однозначно и не так все понятно. Поскольку, да, в понедельник сообщение вышло, было принято решение. Но сегодня в голосовании мы ждем и завтра какого-то, сегодня или завтра какого-то разрешения. Мои гости, собственно, примерно в одном ключе высказались по этому поводу, что вряд ли это каким-то образом существенно повлияет и на курс рубля нашей национальной валюты, и на ситуацию экономическую в России. Ну, просто самому себе неприятно. Хотя, с другой стороны, смотрите, если все-таки эти события транспонируют каким-то образом на ситуацию внутри Евросоюза, вот хотелось бы сейчас мне с вами поговорить об этом, Леша, как ты считаешь? Понятно, да, что общая, я не знаю, там, доля ВВП Кипра в еврозоне мала. Помощь, которой Кипр нуждается, тоже, по сравнению даже с греческой, я уж не говорю всех остальных, тоже несущественно. Но, с другой стороны, если Евросоюз, да, вместе с Международным валютным фондом предлагает такой способ решения проблем, да, взять и отобрать, по сути, ведь это так, может ли это вырвать, может ли это служить, стать неким прецедентом, да, когда инвесторы, так сказать, могут рассуждать, что сегодня на Кипре, завтра в Испании, послезавтра в Италии, то есть, если так, может решаться проблема, значит, она может решаться где угодно. Ну, если брать пример, позвольте мне высказать свое мнение. Давай. Если брать пример, просто ту же самую жесткую довольно-таки реструктуризацию долга Греции, да, это когда было списание, по-моему, более чем половины государственного долга. 50%, да. Да, да. Ну, разница между депозитами, да, это как бы защитный инструмент, там, с определенным постоянным доходом, то облигации, это, естественно, как бы инструменты риска, скажем так. Ну, прецедент уже был, да, когда там инвесторов лишали какого-то дохода, да, даже не только дохода, но и, собственно говоря, тело самого инвестирования. Кстати, это так, я где-то считал, что очень много греческих облигаций как раз держали финансовые структуры, которые Кипра, да, банки кипрские, именно поэтому они и погорели, и сейчас-то они в конечном итоге вынуждены. Как раз-таки рассматривался вариант, там, 2000, вот, как раз-таки, 11-12 год, там очень большие убытки были у банковского сектора, причем там не экстраполяция, а расчет был там, за базу был взят 2006 год, и за 2011-2012 годы банковская система, банковская система Кипра, по-моему, там практически все потеряла, то, что заработала, даже в минус ушло, то есть это, если какой разрез брать. На мой взгляд, просто на Кипре очень большая концентрация банковского сектора, это вызывает действительно опасения, то есть концентрация экономики в определенном... Там, по-моему, 40% ВВП именно, да, вот, зарабатывает финансовые учреждения. Ну, я думаю, то, что там, наверное, как бы можно скрыто, да, как бы и больше, наверное, процентов ВВП сказать, то, что, ну, там, 40% банковская и там все остальные офшорные и сопутствующие консалтинговые услуги, наверное, может там... Еще столько же. Ну, не столько же, но, как бы, соизмеримо, скажем так. Ну, и, собственно говоря, это вызывает там определенные опасения, когда страна ничего, по сути, не производящая, да, как бы, оказывающая услугу, причем оказывающая услугу, там, за счет немножко другого порядка налогообложения, то есть, по сути, пользуясь своим положением. Ну, собственно говоря, там, это одна из форм, там, показать инвесторам, что, ребята, пора выходить в белую. Ну, на мой взгляд, как бы, это, конечно... А кто это показывает? Это власти Евросоюза показывают? Ну, это в целом сейчас по всему миру идет борьба с офшорами, потому что государство, как Америка, там, та же самая, которая старается вернуть деньги в страну, да, то есть, вернуть... Они пытались вернуть производство, да, когда начался кризис, потому что у них потребление, допустим, остается прежним, да, но при этом производство падает. Ну, собственно говоря, это понимается, что, как бы, товары возят просто из-за границы, да, где более дешевая рабочая сила. Ну, вот, собственно говоря, можно предположить, что государства хотят сделать так, чтобы платили налоги в той стране, где непосредственно производится что-то, собственно говоря, там... То есть, это нормально, да? Вполне логично, да. То есть, если у тебя там, например, какая-то компания осуществляет основную деятельность, там, допустим, в Германии, то пускай она и платит налоги в Германии. Хотя, по-моему, там на долю России и Англии приходится большая часть, вот, как раз-таки, денег в банковском секторе Кипра. Да. Ну, собственно говоря, на мой взгляд, действительно, что это такая форма показать, что надо что-то менять. Надо что-то менять. Потому что без налогов, ну, государство не может существовать. Антон, как ты думаешь, да, если вы сейчас уже, так сказать, оплогировались пока от России, вот внутри Евросоюза подобные события могут привести к каким-то долгосрочным последствиям, ну, негативным, наверное, да? Инвестор напугается и подумает, что так может не только в Кипре произойти, а где угодно. Мне кажется, пока сложно говорить о последствиях всего происходящего. Во-первых, если посмотреть на те же самые долговые бумаги Испании, Италии, никакой реакции практически не последовало ни вчера, ни сегодня. Даже сегодня немного снижались доходности этих бумаг этих стран. Поэтому какое-то волнение среди инвесторов пока не видно. И те же самые, прям, поведение рынков акции, американцы сейчас немного подрастают. То есть пока вся эта шумиха, она... Да, да, и Европу сегодня все-таки прибавила. Я думаю, преувеличена эта политика. Тем более не стоит забывать, что сейчас предвыборный год Германии. Возможно, какие-то свои также политические... Игры, да? Игры, да. Мне кажется, что это очень дорогая игра, скажем так. Причем игра чужими картами. Я считаю, что все-таки реакция рынка, это тонкость рынка была, недельник. И все-таки у нас, говорю, вот это экспирация опционов квартальных, фьючерсов. Просто зафиксировали прибыль. Был удобный момент, кто-то подводил базовые активы к определенным уровням, чтобы можно было хорошо пройти экспирацию. И вот это вот просто в итоге они смогли сделать свое... Так случилось. Так случилось, да. Хорошо, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Сергей, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Я вот наблюдал вот эту ситуацию с Кипром. Очень интересно было поведение и Евросоюза, и России. Ну, как уже здесь говорилось, Россия там условия уставляла. Но и Евросоюз тоже не спешил помогать. Причем той же Греции, они помогли куда охотнее, чем Кипру. Потому что знают. И что еще хотел сказать. Я смотрел отчет по продажам автомобилей в Евросоюзе. Падение сумасшедшее. То есть на общем фоне, благодаря Германии, оно порядка 20%. В некоторых местах доходит до 40%. То есть, ну, настолько... Это при том, что в прошлом году уже падение было. То есть настолько все плохо, и рынок действительно начал стагнировать в еврозоне, что надо, ну, очень хорошо подумать. Потому что, с одной стороны, как уже многие говорят, в Евросоюзе ничего не заработаешь. С другой стороны, когда людям будет нечего есть, они не будут смотреть, чья это частная собственность или кому это принадлежит. Эти институты, они очень сильно завязаны на благополучии. Как у них благополучия, нет институтов. Ну, а вот этот шаг, значит, властей Кипра, ну, по инициативе Евросоюза и МВФ, можно считать первым, да, первым шагом вот того, о чем вы говорите? Я думаю, что первый и не последний. И не последний. Потому что, вот, и обратите внимание, они это, это же ведь, ну, если так посудить, это очень неправильная мера. Это что, это фактически берут у людей и отбирают их. Ну, конечно. То есть, это совершенно неправильная мера, и как бы было бы что-то подобное в России, я бы даже не представляю, чтобы было. Но, тем не менее, это говорит о чем? О том, что ситуация действительно настолько тяжелая, что, в общем-то, уже на это идут. И сейчас Кипр, это Греция, да, там, это самые слабые, так сказать, звенья. Но ведь посмотрите, что во Франции творится. Ведь во Франции, например, дошло до того, что французы просто рабочие едут в Россию на заработки. Четыре тысячи французов, у них уже есть там пособие, как в России устроиться на работу, и они едут сюда. В Греции, например, из Греции люди мигрируют на наш юг. Причем я очень был удивлен, даже, ну, у них там проще, потому что, как бы, греки на нашем юге, они исторические были. Они вот начинают просачиваться. То есть процессы, они идут, и их уже невозможно... Не остановить уже, да. Да, приходится приспосабливаться. Спасибо, Сергей, спасибо за ваше мнение, спасибо. Согласны с Сергеем? Давай, Леша. Ну, как бы отмечу. Давай. Про миграцию, конечно, иностранцев в Россию. Я что-то всегда время Петра вспоминаю, когда к нам в Россию там всякие шарлатаны ехали. Ну, ладно, бог ты с ним. Не, ну, прецедент теперь, видишь, Сергей же говорит, что есть такие. Понятно, что это, наверное, не массово пока еще. Ну, как бы хотелось бы там то, что наш уважаемый радиослушатель сказал, ну, как бы разделить на части. Да, действительно, как бы экономика еврозоны находится в непростой ситуации, да, и как бы даже Центральный банк отмечает то, что те меры, которые он принимает, они, собственно говоря, немножко неэффективны. Ну, естественно, это все отражается и на благополучии непосредственно самих граждан еврозоны. Поэтому, ну, как бы вполне очевидно, что там покупки автомобилей действительно снижаются. Что касается там всего остального, ну, я бы не сказал бы, что там так все плохо, скажем так, то есть, что там кто-то не может найти работу. Ну, мне, честно говоря, там действительно безработица там в некоторых странах действительно очень высокая, там та же самая Испания, там безработица там среди молодежи, по-моему, там больше, чем 50 процентов. То есть, но возвращаясь к предыдущему, предыдущей нашей встрече относительно возврата, мы, помните, обсуждали возврат средств ЕЦБ, размещенных на ЛТРО. То, что отмечалось, что Центробанк сделал все меры, ну, это сам Центробанк, по-моему, там Драги, по-моему, заявлял, я не помню, честно говоря, кто, ну, представитель заявлял то, что Центробанк сделал все, чтобы экономика начинала работать. Он дал деньги, но он не может заставить, там, не знаю, того, кто, ну, как бы частное лицо, взять кредит, нет, взять кредит и открыть свой бизнес. Он не может сделать так, чтобы предприятие расширило там что-то. То есть, экономика, независимо от того, что Центробанк предоставляет ликвидность куда-то, он не может запустить ее рынок, скажем так. Приказом, да, всем работать. Ну, как бы не всем работать, всем взять деньги там и начинать работать, тратить, ну, то есть, как бы запустить вот эту стандартную модель увеличения спроса и, соответственно, увеличения потребления. Ну, собственно говоря, действительно это как бы негативно, но, как я понимаю, наверное, все-таки введутся формы стимулирования именно производства. Я понял. Антон, спасибо, сейчас новости. Илья у нас есть еще на связи. Подождите, пожалуйста, мы продолжим. Итак, друзья, продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Валютный рынок. Тема сегодняшней программы. Обсуждаем ситуацию текущую. Наверное, будем давать какие-то прогнозы, хоть это, как известно, вещь неблагодарная. В гостях у меня Антон Захаров, ведущий аналитик Промсвязьбанка, и Алексей Егоров, аналитик Номосбанка. И сразу давайте начнем с вопроса, чтобы не томить нашего слушателя. Илья на связи. Илья, добрый вечер. Вы в эфире. Говорите. Добрый вечер, господа. Хотел бы уточнить, не кажется ли, что вот таким решением Евросоюз, по сути, открывает ящик Пандоры, и создает прецедент, что вот так можно поступать в дальнейшем и другим странам. Это первый момент. А второй, почему именно принимают решение о вкладах. Это ведь вклады ладно хорошо, когда граждане Кипра хранят там деньги, они имеют хоть какое-то опосредованное отношение к данной проблеме. А вот те, кто просто туда пришли, в банковскую систему, почему они страдают. Понятно. Спасибо, Илья. Спасибо. Ну, Антон, давай. Возвращаясь к вопросу политических игр, пока что все-таки это сводится именно к этому. Если, причем мы обратим внимание, что диалог сейчас идет именно о депозитах свыше 100 тысяч евро, а это в основном корпораты. Корпораты зачастую как раз российские, или же там еще часть, естественно, стран Великобритании. Ну, там много и вкладов физических лиц, в том числе и российских, которые имеют приличный кэш. И как раз здесь именно направлено на, видимо, все-таки посыл идет в нашем управлении. То есть отмывание некое, да? Вот какие-то вещи происходят. И причем, вспомню, про Кипр-то уже говорили месяц еще назад. И как раз так же говорили про Россию, по поводу помощи. Да-да-да, я помню, кстати, по-моему, ты же был как раз в эфире, вот Кипр просит помощи, да, вот где-то вот у нас в новостной ленте. Как это отразится на ситуации в экономике, в еврозоне? Да и что там Кипр, ерунда какая. Ну, если что, Россия поможет, потому что у нее там интересы. Все, мы посмеялись там, да, и забыли. И вот, пожалуйте, вот он. Ну, я, тем не менее, как бы, подчеркну, первый вопрос Ильи был... Прецедент, я же Пандора. Можно, да, быть прецедентом? Если можно там, а почему не сделать там? Если можно 10%, а почему нельзя 50% в конце концов? А почему не все забрать нельзя? Ну, у нас Швейцария, по-моему, собиралась вводить определенные налоги на непосредственно открытие счетов иностранных, нерезидентов. Ну, по поводу прецедента, да, как бы, можно прекрасно вспомнить там реструктуризацию России, да, как бы, когда у нас дефолт наступил, и как реструктуризировали. Там тоже были неодинаковые условия для нерезидентов и резидентов, там, компаний и физических лиц. Я вот честно помню, что кому-то там чего-то не вернули, кому-то отдали ГКО, а кому-то вообще, по-моему, ничего не вернули. Кому-то все простили. Да, кому-то правильно отметил. Ну, вот, собственно говоря, там прецедент. Ну, то есть в этом случае можно говорить о чем? На Кипре сейчас, в частности, ну, и в Евросоюзе, на Кипре некая форс-мажорная история, связанная с близостью дефолта, а и в этой ситуации, ну, других способов нет, как где-то что-то там у кого-то откусить. Наверное, так. Ну, там тоже, как бы, вот я соглашусь с Антоном, да, то, что там непростая ситуация, там не просто от всех откусить, да, как бы, а там ступенчатая система, причем там количество ступеней, там, от 0 до 25, от 25 до 100, от 100 до 500, ну, то есть, как бы, там еще порядок, от кого откусывать и сколько, неизвестно. Причем там, как я обращаю внимание, что там последнее, что я слышал, это то, что счетов, которые там выше 500, там будут так очень крепко откусывать, там, порядка 13 процентов. Ну, то есть, там, кто меньше всего вложил, тот, как бы, собственно говоря, и... Меньше пострадает, да? Да, собственно говоря. И вот вторая часть вопроса Ильи связана с тем, что, насколько, да, оправданно, ну, ладно, там, киприоты, пусть страдают, это их проблемы. Ну, я так понимаю, можно, такие можно сформулировать. А почему иностранцы-то, бедняги, страдают, Антон? Это правильно разве? Ну, всегда отъем денег, особенно на таком уровне, кто-то страдает. Крайне некрасив, и все-таки я ссорюсь к тому, что это просто сейчас идет политика, и рассуждать на эту тему крайне сложно, поскольку мы не знаем, что происходит. То есть, мы можем просто поохать, да, поохать, поахать, а у сильного бессильный виноват. Ну, собственно говоря, у них есть возможность на это повлиять. Но, честно говоря... Ну, посмотрим, как они... Возможность, я так понимаю, ты понимаешь, да, ратифицирует парламент, не ратифицирует, вот это возможность. Ну, Россия тоже, как бы, оказала там... Если Россия, там, в последний момент согласится предоставить какую-то дополнительную финансовую помощь... То это все может переиграться. Да, не исключено, что это вообще будет. А вообще, вот логично, смотрите, вот такое заявление, заявление официальное, да, по крайней мере, со стороны Евросоюза, со стороны МВФ, более того, да, на это пошли уже власти Кипра, и говорят, да, мы согласны, да, премьер говорит, только сейчас вот мы в парламент это заведем, там надо это дело принять, там, кстати, у них тоже практически одного голоса там, какого не хватает. Ну, и вдруг что-то случается, ну, предположим, гипотетически, да, россияне говорят, мы денег вам дадим, не надо суетиться. И вся вот эта вот группа, да, таких важных, да, больших, умных дядек, они говорят, ну, ладно, тогда все такое можно, наверное, представьте себе. Да, потом, на следующий день, ну, знаете, мы как бы все равно, мы деньги-то возьмем, но... Ну, Россия же уже помогла, кстати, как раз месяц назад, они где-то, они выделили... Два с половиной миллиарда было, да. Помощь была оказана, замяли тему. Нет, ну... Видимо, какие-то... Ну, я напомню, вот, относительно того, что деньги действительно выделили, но там же условие было то, что, как бы, дополнительные им деньги были нужны. И с нашей стороны тоже были заявления относительно того, что, ребят, мы, как бы, денег дополнительно давать не будем, может, мы условия изменим того, что мы уже дали. То есть, ну, в принципе, я думаю, что не исключено, что государство все-таки встанет на защиту. Государство российское. Да, встанет на защиту. Ну, есть у меня такое подозрение. О, здорово. Петрос, нам звонит Петрос. Я так понимаю, он киприот, да, судя по имени. Давайте мы его послушаем, это очень интересно. Мне совершенно непонятно, и ничего никто не объясняет. Петрос, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Мне ничего непонятно с Кипром, кто виноват там в кризисе, кому там помогаем. И это похоже, как греческий, как много дармоедов, чиновников, что ли, там ничего там не объясняет. И почему за счет кого-то там надо спасать. Кто виновен, того посадите, да, и все, и взыскать, я думаю. Наверное, логика в этом есть. Во-первых, Петрос, если не секрет, вы сами киприот, да, судя по имени. Нет, нет, Литва. А, вы из Литвы, я понял. Спасибо, Петрос, за вопрос. Сейчас мы у наших аналитиков поинтересуемся. Ну вот, Петрос интересует, так кто же виноват, действительно. Кто виноват, и почему, ну, получается, да, что, значит, люди невиновные страдают за тех, кто виноват. Можно сказать, как-то так получилось. По политике, если вспомним, с чего вообще началось еще с Греции, это когда раскрылись все махинации с бюджетом, там у них 13-я зарплата. Ну вот Петрос вспомнил, да, вот чиновники в Греции, они же были виноваты, да, они скрывали, они статистику подрисовывали. И зачастую все-таки, если посмотрим на южные страны Европы, то многие бывали, конечно, и замечали, что работают они до 4-х часов в некоторых магазинах, там, вот все так вяло текущее идет. Ну, у них там, боже мой, у них солнце, у них там, да, тепло, работать грех в такую погоду, я считаю. Вот у нас погода, смотрите, весна на дворе, минус сегодня сколько-то было, минус 9, вот это надо... Махай лопатой. Махай лопатой, да, и все целый день, с утра до вечера. Ну, про то, что кто виноват, там, все-таки первопричина, мне кажется, того, что там проблемы начались, это действительно там снижение рейтингов постепенно, да, удорожание стоимости заимствования, отсутствие возможностей у банковской системы, там, страны, в которой происходит снижение суверенного рейтинга, возможности рефинансироваться, ну, как бы, собственно говоря, там, первопричина все-таки была, там, глобальный кризис. Ну, следствие, я думаю, даже больше, все-таки политика велась таким образом, что привела к таким проблемам. Ну, понимаешь, как бы, если бы это подобного рода проблемы наблюдались только на Кипре и в Греции, да, то, как бы, можно было про это говорить. Ну, тот же самый, там, Франция, да, она сама не может справиться, там, не знаю, с дефицитом бюджета. Ну, это структурные проблемы по поводу Франции, миграции, все-таки Франция, там тоже есть одна основная проблема, это мигранты, проблема мигрантов. Так же, и безработица увеличения тоже непосредственно связана с этим же процессом. То есть, это все проблемы, это все, они именно сводятся к тому, что была, наверное, проведена неправильная политика и проводилась. Изначально, да, естественно. То есть, создавая Евросоюз, да, вот эту интеграцию, модель, да, экономическую, прежде всего, это политическая была, а экономическая она была не очень продумана. И когда все было хорошо до кризиса, да, то все радовались, потому что, ой, смотрите, границ нет у нас, да, товары дешевые, вон, что делается, красота, можно жить. Ну, миграция рабочей силы, кстати, тогда очень сильно наблюдалась. Ну, это естественно, конечно. В Германию. И это тоже воспринималось ведь, да, как плюс, прежде всего, Германии-то, вот она, да, восточные немцы едут. Для Германии, да, для Германии это был определенный плюс, но, как бы, честно говоря, для периферийных стран это большая проблема была, потому что было как раз-таки, там, я вот помню, что проводилась аналогия, там, стоимости рабочей силы, там, в бытовом секторе, там, медсестра та же самая, там, разница в зарплатах, там, в порядке была, то есть в Германии, там, может, 10 раз, там, получала зарплату больше, при этом, там, как бы, не все люди хотели, ну, это пример, там, как в Москве, там, москвич не хочет идти на какую-то определенную работу. Вот даже самый снег убирать, как мы все видим, прекрасно у нас люди с юга убирают. Еще один звонок, мы его давайте послушаем, хотя у нас время до перерыва, мой коллега звонит, Владимир Симага, и наверняка сейчас вас озадачат каким-то вопросом. Владимир, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Владимир, добрый вечер, да, здравствуйте. Скажите, коллеги, меня слышно, да? Да, конечно. Да, скажите, пожалуйста, ведь кроме кипрских банков, там есть еще ВТБ «Дочка», там есть ВЕР и еще несколько других российских банков. Значит, их судьба, наверное, тоже нам не безразлична, потому что вот по слухам, опять-таки, если верить каким-то достужным вымыслам, у ВТБ «Дочки» скопились все скверные активы, которые были выведены из материнской компании, с тем, чтобы улучшить отчетность здесь. Если мы понимаем, что капитализация «Дочки» не очень высокого уровня, то, конечно, вот быстрый вывод денег из нее, это может означать очень серьезные последствия для «Дочки», а как следствие и для самого ВТБ. Это первое. И второе. По, опять-таки, непроверенным сведениям, есть такой банк на Кипре, называется он «Пиреус», и в свое время, где-то месяца 3-4 назад, в него частные граждане российские закачали немножко денег в расчете на то, что потом этот банк сможет каким-то образом помочь материально за определенные проценты родному правительству. То есть не надо, мол, брать нигде, а мы вот возьмем у Кипрского банка деньги и дадим правительству под определенный процент, что тоже, наверное, выгодно. И эти обстоятельства тоже надо учитывать, потому что мы-то знаем с вами только поверхностную часть, мы знаем только то, что произошло. А вот бэкграунд, какие-то нюансы, которые существуют, я сейчас разговариваю просто с киприотами, с двумя, у меня очень серьезные есть люди знакомые. И озабоченность-то там гораздо сильнее. Самое главное, что их беспокоит, как оторвиться на бизнесе, потому что Кипр – это туризм. И если сейчас эта конфликтная ситуация с русскими выйдет за пределы финансового кризиса и перейдет в кризис экономический, и туризм ослабнет очень серьезный образом, тогда действительно экономике Кипра будет очень тяжело. Вот как вы эти вопросы можете сказать? Я понимаю, что 43 минуты, и нужно идти на новости, но тем не менее. Спасибо, спасибо, Владимир, спасибо. Ну давайте, у нас есть еще минуточка времени, мы начнем каким-то образом. По поводу дочки ВТБ, Антон, или по поводу, так сказать... Ну, по поводу вообще компаний, которые ведут бизнес на Кипре в том числе. Ну, наша экономика и наш бизнес, он давно уже привык непосредственно вести, и крупный бизнес в том числе, вести какую-то работу экономическую в том числе и на Кипре. И, естественно, любые вот эти изъятия, они наносят какой-то урон. Говорить о масштабах крайне сложно, поскольку эта информация, она всегда лежит не на поверхности. Ну да, неоднозначная. И сейчас очень много-много-много статей в разных газетах, изданиях, СМИ, упоминались цифры и считались другими банками. Какая из дочек, сколько держат там средства их. И все-таки, действительно, это какой-то такой бэкграунд. И мы видим только... Давай я тебя прерву, мы сейчас новости еще раз послушаем, а потом продолжим отвечать. Ну что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Мы тут вот пообщались как раз с коллегами и поняли, что, представляете, мы сегодня весь час практически говорим об одном событии. Это не очень правильно, потому что у нас аналитическая программа, она не посвящена, да, как это, бенефицару некому, да, театру одного актера. А событий гораздо много, макроэкономических вокруг. Что стоит одно заседание, начавшее, да, Федрезерв, начавшее сегодня, закончить закон. Но, тем не менее, Антон, я тебя прошу закончить ответ на вопрос Владимира Симага, да, по поводу событий на Кипре, связанных вот с нашими бизнесменами. Ответ на первый вопрос. Я думаю, что оценить масштаб влияния на бизнес, на наш пока сложно, тем более всех карт мы не видим и не знаем. Возвращаясь к бэкграунду. А что касается туризма, я сомневаюсь, что это как-то повлияет существенно на поток туристов, на Кипр. Те люди, которые там делали, да, тем более те люди, которые, если там делали бизнес, они приезжают на день, на два, уезжали, возвращались. А те туристы, которые именно проводят там свой досуг, то они так же будут ездить и вряд ли это как-то окажет на их желание. Единственное, только если каких-то встречных посылов с нашей стороны нашего правительства не последует, которые могут ограничить туризм, ну, вряд ли. — Юж, согласен, да? То есть, наверное, все-таки мы чересчур много внимания. — Тем более, еще решений предстоит услышать, окончательно нету, поэтому, ну, действительно, как бы на рынке слишком много хороших событий, чтобы зацикливаться. — Ну, хороших, нехороших, но более важных все-таки, мне кажется. — Которые, на самом деле, мне кажется, большее влияние окажут на будущее, нежели Кипр в настоящий момент. — Я понял. Хорошо, тогда давайте, время еще у нас есть, мы о них, ну, наверное, уже вкратце и поговорим. Итак, я прошу вас, прежде всего, прокомментировать заседание Комитета поставков на открытом рынке, да, начавшееся сегодня, и, собственно, резюме будет завтра, да, вынесено в 22.00, и затем выступает господин Бернанки через полчаса. Какие ожидания, Леш, вот, по этому событию? — Ну, предшествующая статистика, да, вот этому заседанию, она вполне хорошая, да, как бы неожиданно там низкая. Низкий уровень безработицы, вполне сдержанный уровень инфляции. В принципе, экономика США сейчас демонстрирует, ну, в сравнении со всеми остальными странами, вот, которые пережили кризис, да, как бы экономика США действительно демонстрирует какие-то позитивные моменты. То есть, если экономика там в Европе, ну, так скажем, барахтается на месте, да, то экономика США, она действительно растет. И это видно, кстати, и по тому, на каком уровне находится сейчас индекс. Ну, понятное дело, что там, как бы, можно это отнести, там, в принципе, на Федрезерв, да, потому что деньги Федрезерва все-таки, да, они уходят на рынок. Но, в целом, я, честно говоря, пока не вижу причин для того, чтобы ФРС пересматривала объемы непосредственно монетарных вот этих вот мер, да, пока. Но, честно говоря, там, не исключено, что в этом году уже что-то даже, наверное, в первом полугодии мы увидим до конца. Ты имеешь в виду изменения какие-то, да? Да, 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 будет, скорее всего, так. Потихонечку сходить на них. Потихонечку сворачивать. Антон. Относительно завтрашнего заседания, да, не думаем, что будут какие-то решения по ставкам. В комментарии Бернанке, скорее всего, не будет сильно отличаться от предыдущих. Но, единственное, но, я думаю, что мы в нашем банке думаем, что ФРС может опубликовать стратегию выхода из своих стимулирующих мер, о которой говорил Бернанке как раз на последних вступлениях своих. То есть он скажет уже, да, он может не назвать сроки, но он скажет, как, если что, мы будем это делать. Да, потому что, чем, например, отличается существенное отличие ФРС от ЕЦБ того же, поскольку у ФРС на любой шаг у них есть целый том, целая инструкция, которая писалась там на протяжении не одного года, поскольку все-таки регулятору... То есть там люди серьезные люди... Регулятору американскому все-таки по возрасту он гораздо старше, чем ЕЦБ. Что касается этого заседания, а что касается текущей экономической ситуации в США, да, отдельные показатели действительно демонстрируют признаки улучшения, улучшения, как и в промышленном секторе наблюдаются. Также пока что еще и сдержанная инфляция, хотя проводимая монетарная политика должна уже было давно ускорить темпы роста. Но, с другой стороны, если посмотреть на рынок труда тот же самый, то, если обращать внимание только на уровень беззаработницы, он крайне не репрезентативный, поскольку там значительный пласт населения, он не учитывается и подвержен сезонности. Если рассматривать со стороны рынка труда, то ФРС, да, будет продолжать еще долго печатать деньги, образом говоря. А если рассматривать, вспоминать другие комментарии ФРС, о том, что некоторые члены регулятора, представители регулятора взволнованы образованием bubbles на рынке активов, то вот за этим нужно как раз смотреть, следить. И как раз я думаю, что ФРС начнет именно шаги действовать, предпринимать какие-то именно обращения именно внимания на эти вещи. И я думаю, что первым будет результатом, или первой ласточкой, это снижение объема выкупа ипотечных бумаг. Потому что основная все-таки дискуссия идет именно вокруг них, поскольку это не поддержало рынок недвижимости, а именно поддержало внимание или цели кучки людей в США, которые могут позволить себе купить недвижимость, потом сдавать в аренду, как раз вот там такая статистика, аренды сейчас на рекордном максимуме находятся, я не помню, сколько там средний уровень. Ну, то есть цены на жилье сейчас могут поддерживать именно вот этот спрос спекулятивный, это называется, люди покупают. А учитывая то, что сейчас произошло повышение налогов с начала года, и это будет давить на покупательскую возможность населения, то это может такое встречное быть. И, соответственно, как бы не потерялось США вот этот импульс, который удалось им достичь сейчас. Сейчас умеренное, но восстановление действительно идет. И нужно сейчас какую-то такую волну не потерять, роста. И вот нужно, я думаю, что как раз вот, может быть, на вот этом заседании ФРС будут какие-то, именно, как это будет озвучена работа. А что касается сворачивания его меры или снижения, я думаю, что в мае какие-то будут уже шаги предприняты. Уже в мае. Первый мае, да. А сейчас вряд ли чего-то стоит ждать такого существенного. Ну, не забываем, что до конца марта еще в США нужно будет договориться по новому бюджету, который завершается. Совершенно верно. Который откладывается все, да? Да, хотелось бы еще отметить то, что на самом деле у Бена Бернанке не так много осталось заседаний ФРС. Он когда, кстати, до... В июне. В июне? Не, не в июне, в конце года. В конце года, да. Осенью, когда он... Это с нашим. Осенью перевыбор. Да, 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 он все уходит. То есть, как бы непосредственно с ним может там что-то измениться. Но, как отмечают эксперты, все действия, которые он предпринимал, действительно пошли экономике на пользу, в отличие, там, ну, в сравнении, там, различных центральных банков. То есть, все меры были... Ну, они были стандартные, да, но в то же время, там, с определенными, там, изюминками, скажем так. То есть, их стандартами, книжными мерами нельзя назвать. Поэтому, я, честно говоря, думаю, что, если будут там существенные какие-то изменения, там, может быть, монетарной политики Соединенных Штатов, ну, действительно, как бы, то они будут... Это уже после Бернанки уже, да? Да, но, как бы, основное, да, действительно, основные вот изменения коснутся все-таки вот программ выкупа. Навряд ли, что и процентные ставки на что-то повлеят. А касательно рынка недвижимости, ну, можно сказать, то, что повышение, там, налогов же пришлось не на низший класс, да, который, а он, там же, по-моему, пришелся только на средний и выше среднего класса, там, то есть, касательно... То есть, с определенным уровнем дохода, да? Да, 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 выше какого-то уровня. Ну, а, собственно говоря, там, низкие процентные ставки, если будут поддерживаться на рынке mortgage, то можно рассчитывать, что рынок продолжит расти, потому что, ну, кто-то, там, примет для себя решение, что для меня, например, арендовать уже невозможно. Не настолько интересно, насколько интересно приобрести, да, и платить, там, банку, а не кому-то за воздух, скажем так. Ну, это моя точка зрения. Я понял, я понял. Кстати, Леша заговорил, да, и Антон заговорил, вспомнили о смене руководства Федрезерва, да, ну, действительно, Бернан скоро уходит, он отработал, отработал, ну, по-разному, наверное, по-разному можно оценивать, но очевидно, что, да, это одна из его заслуг, да, то, что мы видим сейчас в восстановлении американской экономики после кризиса. Я просто хотел, осталось немного времени напомнить, что завтра приступает также, да, к уже обязанностям в лице нового главы Центробанка Японии господин Курода, по-моему, да, и сегодня я пресс-конференцию смотрел на Блумберге уходящего, да, господина Суракава. Одна из его фраз, которая мне запомнилась, была следующая, ну, в духе, видимо, да, такой японского минимализма такого, он сказал так, это были сложные пять лет. Почему-то мне подумалось, да, что следующие пять лет могут быть еще гораздо более сложными, учитывая, что даже тот же самый Банк Японии, или, точнее, правительство Японии ставит Сатробанком, ну, достаточно сложно решаемые, да, задачи, целевую инвестицию на, в районе двух процентов, ну, и, соответственно, монетарные стимулы, которые уже сейчас, да, вот прошло несколько месяцев, с ноября, когда они были запущены, уже сейчас показывают их результативность, да. Япония сейчас очень агрессивно занимается именно либерализацией, и куда это может вывести, ну, поскольку. У них, у них немножко другие там цели, да, если у всех там пытаться сдержать, то у них наоборот. Да, у них наоборот, вот именно. Дать денег, чтобы что-то развивалось, ну, у них, как бы, основная проблема, наверное, все-таки территориальная, ну, там уже производство негде развивать. Нет, конечно, 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 территориально, ну, и вообще... По плотности населения. Мы говорим, да, тут всегда специфически японской экономики, да, связано это и со специфичностью... Менталитетом. Менталитетом, естественно, да, со специфичностью культурных каких-то традиций и так далее и тому подобное. Ну, да ладно, собственно, все, что я хотел бы сейчас добавить к нашему разговору, во-первых, благодарить моих гостей. Поживем-увидим, поживем-увидим, и по поводу Кипра жить осталось... Пардон. Жить осталось долго и счастливо, я имею в виду, ждать осталось недолго. Поживем-увидим, как будут развиваться события и после заседания Федрезерва, ну, и так далее и тому подобное. Итак, спасибо за то, что нашли время. Антон Захаров, ведущий аналитик промсвязи банка, Алексей Егоров, аналитик Номосбанка. Мы сегодня обсуждали текущую ситуацию на валютном рынке. Ну, видимо, до прогнозов пока время дело не дошло, ничего страшного. Уважаемые слушатели, вас я благодарю за внимание. Как всегда, я хочу напомнить, завтра в это же время мы встретимся в эфире Финам.ФМ. Мы продолжим наш каждодневный нелегкий труд на финансовых рынках. Всего хорошего, до свидания.